Всем привет! Встречает меня одна Луна во дворе. Лунка, наверное, уже в машине у Кости. Мы сейчас едем к ветеринару. Сегодня 31 декабря. И вот так вот оно по-дурацки у нас начинается. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Пусть этот годр тигра будет для вас очень хорошим. Пусть этот тигренок будет ласковым, добрым и вас защищает весь год. Так, пока машина прогревается, я могу немножко погулять во дворе, потому что машина замерзла за ночь. Хочу посмотреть, что тут у лимона. Блин, пока что та же картина. Все равно запотевает. Я думала, вчера-то вода, что там была, может быть, из-за нее. Нет, все равно. Придется, наверное, кого-то нанимать и делать вентиляцию. Еще открыть, как всегда, не могу. Ладно, короче, приедем тогда, посмотрю, что там. Да, Луночка, погуляй пока сама, девочка. Скучно самой, да? Скучно. Умочка сейчас приедет. Все, прогрелась? Да. Умочка, как ты? Малыш. Ну, в целом, выглядит он неплохо, но на лапу он почти не наступает. Он очень пищит, когда на нее наступает. Нет, он когда расходится, еще более-менее. Он тогда сразу встал после ночи. Костя ему тут настелил, а он сидит на кресле, там, где не настелено. Нет, в целом, все более-менее, видите, с лапой, да, с лапой будет проблема. То есть, понятно, может, там будет какой-то перелом, даже я не знаю, что там на самом деле случилось. Но, слава богу, что все остальное, что он хоть дышит, кушает, да, то есть, ну, не так все страшно, как мы боялись. Умка. Ну, все, поехать с тобой сзади. Я, наверное, сяду к нему назад. Сейчас еще пару минут подождем с нами. Бабушка поедет, оказывается. Я тогда ее наперед посажу, реально сяду назад. Мы потом еще заедем в эпицентр, там совсем рядышком. Мне нужен скотч двухсторонний и серпантин хочу. Вчера вот этот Алисин шарик так красиво извивался возле елки, что я подумала, что с серпантином, ну, с таким, знаете, дождиком длинненьким. Очень красиво будет. Хочу купить и накидать на елку. Что мы сегодня вообще планируем делать? Ну, у меня в планах еще успеть с Алисой гирлянду бумажную сделать, покатать ее на санках, порисовать с ней на окне зубной пастой. Да, 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 я не планирую целый день готовить. Я знаю, что у некоторых такая традиция, что все, 31 число они стоят на кухне за плитой. Готовить мы, конечно, тоже будем. Но нас много, во-первых, женщин. Да и Костя, кстати, любит готовить тоже. Так что нас вообще много. Во-вторых, мы не хотим накрывать очень большой стол. Мы будем чисто своей семьей праздновать. Наедаться каких-то жирных блюд нам никому нельзя. Ну, то есть, нет в этом смысла, для чего делать себе хуже. То есть, мы приготовим что-то такое, чего потом не станет плохо, скажем так. Вот, и много нам не нужно. Еще у нас будет тортик. Тортик этот я заказала намного заранее у Яны. Он будет в стиле Нового года, какой-то прикольненький. Вот, и в целом, ну что, нам много надо, что ли? Главное, чтобы этот день прошел весело. Праздник должен пройти весело. Знаете, как говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот, поэтому нужно встречать его обязательно с хорошим настроением. Это самое первое, что должно быть. Вот, конечно, хотелось бы встречать его с идеальной чистотой дома, чтобы весь год было чисто, да. Но мы не успели все идеально дома убрать. Вот, поэтому не будет идеальной чистоты. Ну, уже такое. Что успели, то успели. Знаете, если быть максималистом и хотеть, чтобы все по максимуму было хорошо, мне кажется, это тоже не очень хорошо. И ты не будешь успевать радоваться жизни, и будешь все время думать, а где что еще не так, а где что еще не так, а где еще надо там потереть, а где еще там не идеально что-то там. Ну, в общем, вы поняли мою мысль. Вот, поэтому я желаю вам тоже весело встретить Новый год. Главное, с улыбкой на лице и с верой в то, что следующий год будет очень хорошим и счастливым. А ты как думаешь? Что сказать? Присоединяйся. Вот только некоторые лохматые тут проблемы подкидывают. Мне вспомнилась наша свадьба с тобой. Боже мой, во время свадьбы я вообще не умела говорить, особенно на публику. А теперь не остановить прямо. Пришло большое количество людей. Мы стоим. И, ну, что-то каждый там говорит. Пришла пора Костя, говорит. Он говорит, ну что ж, дорогие гости, там, ля-ля-ля, все уже было сказано, мы вас приглашаем ко столу. И такой, не знает, что дальше сказать, и переводит на меня. А теперь Лена. И я стою такая, не бэ, не мэ. Не знаю, что сказать. Зараза. Подставил. Сам сказал все, что можно было, понимаете. А теперь у нас наоборот. Вот теперь я могу говорить, 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 говорить хоть часами, хоть на радио работать. А я часами молчать могу. Поменялись местами. Да. Я говорю, мне хоть на радио теперь работать. А ее звали на радио работать недавно. Да, недавно звали. И. Но я сказала, что нет, потому что где я на это буду брать время. Мне в шапке жарко. И что самое главное забыла сказать про Новый год? Подарки еще будут. Ну и что? Это разве главное? Главное, это хорошее настроение. И главное, даже если у вас не все хорошо. Если у вас, возможно, нет средств на этот Новый год. Нет елки, нет подарков. Главное, просто не отчаиваться, не впадать в уныние, в депрессию. А знать и верить, что все будет хорошо в будущем. Вот. Потому что я же говорю, я в детстве жила настолько бедно. У нас краны были тряпочками перевязаны. Они не все работали. У нас обои были подраны. Не было денег новые поклеить. И ничего. Как видите, выкарабкались из этого. Так что нужно верить. Нужно прилагать усилия для того, чтобы все стало лучше. Не опускать руки. Не думать, что все. Жизнь не удалась. У меня, когда умер третий ребенок, то есть когда я была беременна третьим ребенком, и у меня в 38 недель умер третий ребенок, я думала, все. Для меня жизнь закончилась. Я думала, все. Вот если это случится, я не буду ни с кем больше общаться. Я не буду ни с кем разговаривать. Я не буду больше жизнерадостной. У меня не будет хорошей жизни. Понимаете, вот такие у меня были мысли, да. И где-то целый год, целый год мне пришлось приходить в себя, скажем так, год, можно сказать, депрессии. Но тем не менее, все равно жизнь продолжается в любом случае. Что бы ни происходило в нашей жизни плохого, человек все равно может дальше и жить, и быть счастливым, и должен. Потому что жизнь у нас одна, и она все равно закончится, понимаете. Поэтому я хочу сказать тем, у кого, возможно, сейчас что-то не очень хорошо, может в отношениях, ну, всякое же бывает, может с кем-то поругались, разошлись. Не отчаивайтесь, все хорошее нас ждет впереди. Так что выше нос и весело в Новый год тигровый. Да, щабака-бабака, и у тебя все будет хорошо. Сейчас твою лапку полечит. Рентген сделаем. Посмотрим, что там. И, между прочим, это не он виноват. Вот давай, не хочу на тебя жаловаться, сам расскажи, что случилось. Ну, что, калитку плохо закрыл, когда вышел к курьеру твоему. Это ты виновата, ты заказала товар, приехал к курьеру, я к нему вышел. Ну да, конечно, сначала Умка, вчера весь вечер был виноват, он ему говорил, что добегался, добегался, да? Теперь я виновата, потому что он к курьеру вышел. Не, ну, правда, ну, что он чухает, куда не надо? Не, ну так... Уже не маленький должен. Не мой. Нельзя и спит. Хоть бы сотрясения мозга еще не было. Мало ли. Ну, вообще, при сотрясении мозга его бы тошнило, наверное, он хорошо кушает. Что у тебя здесь торчит? Это? Документы. Ничего не тут так торчит? Ну, потому что кое-кто, кое-кто. Сделал так, что их положить некуда особо. А ты хотел бардачок починить. Да, вот как-то съездить все надо. Ну, то есть опять я виновата, что ты не можешь как-то съездить, да? Ну, да. В вашем окружении тоже есть люди, которым все время виноваты другие люди, а? Что-то как-то неправильно. Я сижу на пледике, который Умке постелили, а он лежит так. Умка даже сел и сидит. Значит, не так уж сильно лапой болит, раз не лежит. Ему интересно, а не, все, уже лег. Интересно ему было в окошко посмотреть. Вот такие любопытства все побеждает. Он все время встает, смотрит, куда мы едем. Чудик. Может, не все уж так и серьезно, может, там перелома нет. Может, он просто что-то загнал в лапу вообще. Мы уж думаем, машина его стукнула. Ложись, ложись. Умничка, полежи, полежи, зайка. Молодец. Сейчас наденем масло. Умка, тебе надо масло? Смотреть туда будет. Ты его на руках понесешь? Нет, пойдет. Пойдет? Смотри, чтобы сейчас опять никуда не убежал. Ой, Кость, хоть сними его вниз. Ему прыгнуть больно будет. Давай, пошли. Сейчас я маску надену. О, что-то еще и капает. Что ли снег, то ли дождь. Так, ну что, мы сидим, ждем. Вон, видите, даже ходить уже лучше стал. Похрамывать, ну не скулить уже даже. Я тут сумку для кота прикольную насмотрела. Переноск. Хоп. И всем сразу понятно, что у тебя там кот сидит. У меня вроде бы передняя левая опухшая немножко. Умочка, все здесь, все свои. Мы ночью дома ночевать его оставили. То оно то как-то повернется, не так и скулит. Ну да, мог подскользнуться. Ну да, мог подскользнуться. Они так шкурнули быстро вдвоем. Костя говорит раз и аж за угол. Мне кажется, что сестра на него прыгала, друкуваючи, и что могла где-то подскользнуться. Ну, тут не все подобается. Ну, вот вроде тала по мне. А ну, пусти. Смотри, умочка. Умочка. Мне вот тут не подобается. Даже за раз может быть, что там трошки лапку поищу не снимает. Да, он ее приподнимает. Иди туда встань, а он к тебе пойдет, Костя. Но все равно, он прихрамывает не так, как вчера. Вчера вообще не мог встать на лапку. Куда он ушел? Умочка. Двадцать два с половиной. Да, двадцать два с половиной. Так что даже рентген не понадобился. Все-таки правая лапа, а не левая. Сказали, что сейчас он начнет пить таблетки, ему станет легче. Надо следить, чтобы он не дуркувал, не подскальзывался, чтобы не стало опять хуже. Ну, наверное, типа растяжение что-то. Ну, не перелом точно, перелома нет. Так, все, подъехали к эпицентру. Сейчас бегаем за серпантином. И за... Что мне там еще надо было, скотчем двухсторонним. А бабушка сумкой посетит. А ты думаешь, серпантин там есть? Думаю, да. Обалдеть. В эпицентре синие розы, голубые. Я вообще не видела таких. Еще Костя говорит, да, давно такие уже были. Они добавляют туда краситель какой-то. Представляете, сказали нам, что нет ни серпантина, ни дождика. Вот так, как в советские времена был, вниз свисал. Мне так это странно. Ну, мы еще крючков взяли, чтобы конфетки повесить на елку. И бананы. Ну, туда выходит все. А у нас серпантин где-то есть на чердаке. Вот только где. Я немножко поискала то, что вчера нам с мамой не пробили, но так и не нашла. Зато нашла вот такую интересную какую-то гирлянду двухметровую. Так, я нашла бантики. Настя там дома пакует подарочки. И поэтому я куплю несколько бантиков. Даже не несколько. И куплю ленточки еще. А еще мы с Костей нашли вот такую одноразовую посуду. Очень красивую. Все в одном стиле. И тарелки. И сейчас мне вам сложно показать. Надо было, когда мы это покупали, конечно, заснять. Я что-то тормозила. О, вот такие тарелочки. Такие же стаканчики. Такие же салфеточки. Представляете, глядите. Ну, а началось все с вот этих трубочек. Потому что Алиса обожает пить из трубочек. Мы взяли сначала трубочки, а потом заметили, что к ним есть такие же, в таком же оформлении все остальные стаканчики и тарелочки. Какая наклеечка на машине спереди нас. Твори добро. Я сотворил. Я его пропустил. Да? Да. Молодец. Мы сейчас еще на почту заедем. Умочка спокойненько лежит. Такой милый Мишка. Молодец, зайка. Блин, я вчера так из-за него перенервничала вечером. Это капец просто. Почему я всегда себе самое худшее сочиняю сразу? Что под машину попал. Может, он реально просто подскользнулся. Наверное, просто ты висит. Да нет, я просто, знаешь, всегда думаю сразу о самом плохом, а потом, если будет легче, ну хорошо. Ну, типа сразу и самое плохое надо, чтобы... Ну, чтобы принять легче, понимаешь, потом, если плохо закончится. Так как-то легче. Так как-то я тоже самое делаю. Ты меня всегда пессимисткой делаешь. Нет, ты не то же самое делаешь. Ты вообще выискиваешь вот просто, вот на ровной ситуации все самое плохое. Ты мне присылаешь в Вайбере все аварии, все несчастные случаи, а хорошие ты мне не присылаешь. То, что там где-нибудь происходит. Совсем другое дело. Ты сама выискиваешь это все. Ничего себе, ничего себе. Надо выходить помогать, наверное. Хотя там же один взмах ногой открывается точно. Я и забыла про это. Ничего себе посылочек. Блин, знал бы, что столько тебя бы с тобой взял. Так, ну что, давненько мы с вами посылочки не распаковывали, да? Бозе какую мне прелесть прислали. Зачем я вчера перчатки Алисе покупала? Это же просто супер. Алиска будет в шоке. Подарю ей сегодня на Новый год. Прелесть прелестная. Мягенькие такие, хорошенькие. Мам, посмотри. Скажи, прелесть. Так, а второй у меня тут очень тяжелая, большая книжка на английском языке. И мне кажется, что это нам прислали вот от Биллинглиф литературу, потому что я такую книжку не заказывала. Я думаю, что это они нам прислали. Вот, здесь целая большая история и все на английском языке. Очень классная толстая книжка. Обалдеть. Я в шоке. Ее тяжело поднять, такая она толстая. И еще одна там какая-то. Так, кажется, это история про красную шапочку. Блин, прикольно. Обалдеть. Они нам такие хорошие книги присылают. Мы им не так-то уж много и платим. Ну, как бы, я бы даже рассчитывала, что то, что мы им платим, это за то, что они вообще, ну, помогают с обучением, мультики дают скачивать. А они такие книжки присылают, которые наверняка очень-очень дорого стоят. Вот. Очень круто, спасибо. Да, и во второй маленькой посылочке книжки явно от них. Смотрите, это шалтай-болтай, да? Круто. Здесь в стишках. Очень круто, честно, правда. Так, и тысяча первых слов от Свинки Пеппы. Ну да, они же нам давали смотреть мультик Свинка Пеппа. Ого, это все наклейки. Они отклеиваются явно. Стикер-бук. Вот тут подписаны, допустим, груша, но я вижу, что это наклейка, которую можно отклеить. И куда их интересно приклеивать. Приклеивать. А вот, наверное, видите, есть места, чтобы приклеивать. Блин, классно. Очень классно. Я таких даже и в продаже не видела в книжках. Видите-ка, хорошо, когда есть кто-то, кто может тебя направить, что именно лучше купить для изучения английского. И тоже она такая внушительная, толстая эта книжка. Так, мы закинули домой хумочку. И сейчас едем бабушке отдавать. Вот, что Костя говорил, тут коллекции чая, вкусняшки всякие. Почему вкусняшки? О, колбаску, смотри, даже ей купил. Говорила Костя, купи ей хоть колбаску. Ну, что ты всегда конфеты возишь пожилому человеку. Ей этого не хватает, по ее же сладости. Да, Костя говорит, что у нее есть дети, ну, обычная еда там у нее есть, а сладостей никогда нет, а ей очень хочется. Вот, поэтому он ей иногда завозит сладости. Сейчас хочет поздравить с Новым годом. Так, подъезжаем мы уже к дому бабушки старенькой. Я ее, кстати, никогда не видела. Ну, только по Костяным словам и рассказам, что он тут оставлял машину. Ну, у нас же гаража никакого не было, и когда он на месяц уезжал на заработки, то надо было где-то оставить. Это какая-то знакомая твоей мамы, да? Родственница. А, даже родственница? Да, ну, это по прабабушке. По прабабушке? Да, они сестры с прабабушкой. Понятно. Я думала, что просто знакомая. Она же тебя за машину никогда не брала, да? Нет. Бесплатно машину. Я бы на вкусношки завозила. Ну, вкусняшки-то такой. Вот гараж. Чего плохо одет так? У меня куртка постирана, не высохла. Ясно. Вот тут Костя машину, оказывается, оставил, видите? Я никогда здесь не была. А дворик такой приятный. Здрасте. Здрасте, Татьяна. Оставаться не будем, бо вирусы, вирусы, вирусы. Да, мало ли. Да, да. С Новым Роком вас. С Новым Годом. А я его женка. Вы меня никогда не видели. Лена меня зовут. С девочкой. Лена, я занят. Слушай, с Алисой я когда-то с коляской приезжал. Да? Я к вам. Я к вам. Может, вам лики какие-то надо? Вы все мне купляют. Купляют? О, видите, как одеялом закрываются, чтобы теплее дома было. Я такого давно не видела. Да, иду. Да, нам надо идти, потому что у нас в машине мама моя чекает. Пойдем, да. Слушай, когда в детстве сюда приезжал на каникулы, то сюда гулять приезжали часто. Дядя Сеня был, муж. Вовка. Ну, Вовка старше меня лет на пять, на шесть, да? Не, венежа, 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 венежа. Ну, я... Ну, да, а я шестьдесят девятого. Так, Костя вытащил еще один кулек из этого, из багажника. Уже своей маме вкусняшки. Ну, не только маме, всем. Ну, да, киндер детям. Сейчас мы еще заедем к Костиной маме, а она нам хочет холодца дать. Говорит, дам вам холодца. И все, уже наконец-то домой, начнем готовиться к Новому году, потому что полдня мы разъезжаем. А я все любуюсь, не могу налюбоваться этими варежками. И, кстати, вы меня спрашиваете, почему мы не ездим к тете Дине перед Новым годом. Да я боюсь, тете Дине 90 лет, даже уже больше. И мы болеем. Ну, то есть, то вот у меня непонятная была температура, сейчас и лиска с насморком. Я когда хоть у кого-нибудь дома, хоть какие-нибудь есть респираторные проявления, я очень боюсь. Ну, как бы, человек пожилой. Даже дело не в короне, а даже вообще любая простуда, сами понимаете. Вот, поэтому, не знаю. Я надеюсь, что сын с невесткой там сейчас за ней ухаживает, потому что последние несколько раз, что мы к ней приезжали, сын был. И он был дома, и я ему рассказывала и про аппарат слуховой, как, как и что делать. Короче говоря, я надеюсь, что там все хорошо. Но, конечно, при первой возможности мы к тете Дине сейчас заедем. Бабушка тут в дверях таскает с собой такой ёршик. Купила специально в эпицентре, чтобы чистить обувь. Когда Алиса садится в машину, и у нее снег на сапогах, бабушка вот так вот ей... Ой, стряхивает. Я чуть не грохнулась. И не только Алисе. И не только Алисе, да. Так, Костя понавозил коробок от нас опять. Маме растапливать там чего-то. Думаю, может, малыш все-таки такой центр купить, она так хочет. Но она так его хотела. Она же только в эти щенячьи патрули и играет. Для нее уже это прям целая вселенная. На Рождество, я имею в виду, не сейчас. Милка. Гавкалка Милка. Такой вместительный почтовый ящик красивый. Прикольный. Гляньте, сколько коробок. Баню топить. От всего, от чего хочешь. Коробки. Ура, дома теперь нет склада коробок. С тех пор, как Костина мама попросила нас коробки не выкидывать и привозить, у нас дома всегда в коридоре склад коробок. Потом раз и освободился. Да, но все равно. Он постоянно есть. Потому что потом новые коробки добавляются. Новые. Блин, так скользко сейчас. Я реально боюсь грохнуться. И у нас очень-очень скользкие ступеньки. Надо разбить лед. Вот, чтобы и Умка не подскользнулся. Кормушки в них висят. А? А, кормушки в них висят. Я у них видео видела, кстати. И не только кормушки. Они еще какие-то штуки вешают. Сало, что ли. Вот такие самодельные кормушки. Из коробок. Я видела, как синячки прилетали. Ой, Милка не на привязи. Глянь. Милочка, тебе разрешили побегать. Да, Заюшка, привет. Мне так нравится эта собачка. Она такая маленькая. Она такая не будочная, да. Она такая домашний вариант собачки. А она все время привязана. Интересно, в дом ей разрешают забегать? Зашла. Милка. Не, 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 нельзя в дом привет? Да нет, конечно. Иди гуляй, 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 Милочка. Нельзя, сказали. Пойдем. Милка такая. Милка, потанцуй. Милка. А ну, потанцуй, потанцуй. Милка. Она, наверное, нанюхала других собак. От меня аж пахнет. Прям пристала к моим ногам. Ой, ой, довольная. Ой, довольная. Ой, ой, ой. Собачьей радости нет предела. Все, Милка, пока. Стоит, провожает. Ой, с Костей братья, Паш. Он тоже бегает вечно полураздетый зимой. А что куртку не надеть? А я закаляюсь. 19 января купаться надо будет. А, ты же стоишь у нас с... Ну да. Купаться с Олей пойдем. Точно, офигеть. Все, с наступающим. Спасибо, у вас тоже. Все, увидимся после Нового года. Поехали мы. Умка заскочил к нам в машину и проехался с нами до двора. А Луна его ищет. Где делся твой собакен? Сидит. Иди, Луна тебя ищет. Умка. Глянь, не хочет выходить. Еще подальше сел, глянь. Ах, ты хитрун. Ты не наездился с нами еще, да? Луна, вон твой брат. Умка, выходи. Короче, он хочет будку в виде твоей машины. Я поняла. Он хочет будку с подотреби. Да. Так, ну и все. И закончить я этот влог хочу все-таки, зайдя к Лимону. Поэтому попросила Костю мне помочь. Потому что эти двери невозможно открыть. Видите? Это ужас, они двери. Ну, да, привет. Что, тут все чистенько, смотри. Да, все чистенько. О, где-то подтекает. Воды у него, кстати, мало. Смотри, надо подлить. Водички. Ну, а почему вот это мокнет? Объясни мне, почему? Ну, дышит, наверное, не знаю. Ну, тогда вентиляции недостаточно. Мы дышим, у нас не мокнут стекла? Не можешь. Выходи. Лимон. Ну, там жив. Да жив, шевелится. Иди, я тебе вкусное принесу. Даже нос не хочет рыснуть. Ну, что ты там, старик уже, что ли? Для дикой природы старик. Ну, наверное, сонный час еще. Да, он сонный. Давай, давай, выходи, выходи. Не ленись. Так, надо срочно ему набить тут лазанок всяких. Давай. Вкусно. Да положи ему, он сам возьмет. Ай, чудик. Ну, что за бока хотел понять. Опа, мне же другой раз. Ладно, в общем, пройдет Новый год. Займемся обустройством вот этого места. Слушай, а мне тут прохладно все равно. Аж прям тянет холодно. Тут пол сейчас греется? Греется, но вода даже не замерзает. Смотри. Просто поставили меньше, потому что вчера электричество начало вырубать. Наверное, вечером все... Нет, Костя, пол стал гораздо холоднее тоже. Давай ставь больше. И вентиляцию ему давай больше делать. Пускай сильнее греется, и больше будет открыто окно. Светом вырубать. Значит, надо делать так, чтобы не вырубала. А не лимоша должен страдать. Вчера, конечно, у нас стиралка работала, у Нади стиралка работала, у Нади обогреватель. Как ты думаешь, будет свет вырубать? Да, везде свет, еще, наверное, гирлянды позажигали. Ну, а виноват лимоша, конечно, да? Уменьшили все лимоши. Замечательно просто. Ну, когда домик и не было, не вырубалось... Я буду протестовать. С плакатом в центре? Да. А чем здесь пол обогревается? Электричеством? Да. Чем же еще? Газ сюда не подведет. Ну да. Мы сейчас выйдем? Выйдем. Потому что мы с Настей так не могли выйти. Нет, не могу. Придется через окошко вылазить. В крайнем случае вариант, конечно. Думаешь, ты меня напугал? Не напугал. Ты же с телефоном? Я нет. Без? Тогда да, тогда страшно. Так, ну все, на этом влог заканчиваю. Все-таки 31 декабря, как-никак. И надо таки заняться приготовлением еды, чистоты и так далее. Все-таки надо встретить Новый год, а то живем, как будто сегодня не праздник, а обычный день. Вот хорошо, что все хорошо с умкой. На этом все. Всем пока. До следующего видео, которое уже будет праздничное.